Время новостей на телеканале Север. В студии Ксения Носова. Здравствуйте. Сегодня выпуски. На прямой связи с Путиным прямо из чума. Многодетная семья Вылка из общины Ямто приняла участие в телемасте с президентом Российской Федерации. Недра Ниньского автономного округа богаты не только углеводородами. На федеральном уровне рассматриваются перспективы освоения крупного марганцевого месторождения на территории нашего региона вблизи Амдермы. На Ринмаре стартовал очередной этап научно-исследовательской работы совместного международного проекта «Халарктик». Конечная же цель всего проекта – выход продукции оленеводства Ниньского округа на рынки стран Евросоюза. Накануне 1 июня, в Международный день защиты детей, глава государства Владимир Путин провел в режиме телемоста традиционную встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». В беседе приняли участие многодетные семьи из различных регионов страны, в том числе семья Павла и Татьяна Вылка из Ниньского автономного округа. С каждой семьей Владимир Путин пообщался отдельно. Семья оленевода и чумработницы Павла и Татьяна Вылка на онлайн-встречу с президентом страны прилетела в Норинмар в центр арктического туризма из общины Емто, которая находится в большеземельской тундре Ниньского автономного округа. Ань, здорово, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Меня зовут Вылков Павел Дмитрофанович. Я оленевод из общины Емто. Емто в переводе с Нинницкого – «Длинное озеро». Община получила такое название в первой половине 90-х по названию ближайшего озера. Именно тогда в общину были объединены ненцы-единоличники, кочующие на востоке округа. Община уникальна и по сей день, хотя уже и не оторвана от внешнего мира. Здесь практически в первозданном виде сохранены национальные традиции и быт кочующего народа. Хозяин семьи рассказал президенту страны о том, что ведёт кочевой образ жизни. С лета до зимы семья Емдает переезжает с места на место до 30 раз в поисках новых пастбищ для оленей. Павел и Татьяна воспитывают 11 детей. Самому старшему – 16, младшему – год. Старшие дети получают образование в школе-интернате посёлка Каратайка. Маме нелегко справляться со всеми делами и детьми в тундре. Но подросла старшая дочь, мамина 15-летняя помощница. Хочу пожелать счастья вашей большой семье. Указом президента Владимира Путина семья Вылка была награждена орденом «Родительская слава». Самое нужное, необходимое для каждого ребёнка, вне всякого сомнения, это любовь и забота родителей. Крепкая семья, где царят взаимопонимания и уважение друг к другу. А в ваших больших дружных семьях удивительно ярко проявляется дар именно такой светлой, неисчерпаемой родительской любви. Орденом «Родительская слава» были также награждены Фёдор и Екатерина Накрета, воспитывающие семерых детей. Награду от имени президента им вручил в этом году на праздники Семенхат Мерита глава региона. Семья Накрета, как и семья Вылка, и семейно-родовой общины ЕМТО, ведущих кочевой образ жизни. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал Север. Недра Ниньского автономного округа богаты не только углеводородами. На заседании Департамента по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу рассмотрен вопрос о перспективах освоения крупного марганцевого месторождения на территории нашего региона. Об этом на оперативном совещании главы региона с руководителями органов государственной власти проинформировал руководитель Департамента природных ресурсов, агропромышленного комплекса и экологии Ниньского автономного округа. Территориально это месторождение располагается непосредственно в близости от поселка Андерма. И в соответствии с предварительными оценками, там больше 35 миллионов тонн запасов марганцевых руд, которые при этом не обременены такими тяжелыми и сложными в добыче металлом, как фосфор. И ожидаемое среднее содержание там больше 25% на тонну руды. Проект освоения марганцевого месторождения в Ниньском автономном округе поддержали. Он будет включен в план геологоразведки на 2022 год. После этого уже можно рассматривать данный проект для включения уже, ну как инвестиционный проект, подбирать инвестора, предусматривать льготы. По словам руководителя профильного департамента, проект разработки и освоения марганцевого месторождения в Ниньском округе был высоко оценен специалистами на федеральном уровне. В первую очередь потому, что Российская Федерация, это неудивительно, но марганец мы импортируем. Это единственный металл практически во всей химической таблице, который мы полностью импортируем. Мы зависим в том числе от стран СНГ. Если проект освоения марганцевого месторождения будет реализован, то это станет импульсом для восстановления и развития арктического поселка Амдерма на берегу Карского моря. Ольга Русул, Алексей Орлов, Телеканал Север. За прошедшие сутки в Ниньском округе зарегистрировано два новых случая заболевания коронавирусом. Оба заболевших – жители округа, вернувшиеся из-за его пределов. В стационаре находятся на лечении пять среднетяжелых пациентов. На амбулаторном лечении – шесть человек. Все с диагнозом COVID-19, подтвержденными результатами – ПЦР в лаборатории уровня референс. На учете в управлении Роспотребнадзора состоят 43 человека, контактировавших с больными. Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 1109 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 1094 человека. Как сообщили в профильном ведомстве, в статистику по выздоровевшим вошел один житель Ниньского округа и пять сотрудников нефтяных организаций, работающих на территории региона, но не являющихся его жителями. Пациенты проходили лечение в других субъектах, но после выздоровления попали в статистику Ниньского округа. Напоминаем, что в Ниньском автономном округе действует режим повышенной готовности – масочный режим. Режим двухнедельной самоизоляции для прибывающих в регион отменен. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. В Наринмаре стартовал очередной этап научно-исследовательской работы совместного международного проекта «Каларктик» – переработка пищевого сырья. На базе акционерного общества «Мясопродукты» провели обвалку оленины с целью определения морфологического состава туши. Все замеры будут направлены в лабораторию Санкт-Петербурга. Конечная же цель всего проекта – выход продукции оленеводства Ниньского округа на рынке стран Евросоюза. Василий Хатанзийский продолжит. Проект «Переработка пищевого сырья» стартовал в 2018 году. За это время были проведены семинары для оленеводов, закуплен и установлен обвалочный модуль в СПК «Путилича». Проведена большая научная работа по изучению кормовой базы. В результате исследований было выявлено, что в кормах оленей присутствует от 50 до 75% ягеля, что придает особую ценность мясу. Невысокое содержание жира, отсутствие углеводов, большой процент белка. Такой продукт весьма интересен за рубежом. Необходимые условия для экспорта – высокое качество. Для проекта это очень важно, потому что зарубежные партнеры, скандинавские страны, но и другие страны Европы тоже, их интересует наше мясо. И поэтому мы должны показать свой экспортный продукт, какого он качества и его экологическое состояние. Метод обвалки является одним из способов определения морфологического состава туши. В результате выводится показатель в процентном соотношении мышечной, жировой, костной и соединительной тканей. Кроме того, определяется химический состав. По данным делают выводы о качестве продукции. Результаты будут готовы, думаю, что в июле месяце, потому что мы отвезем это все в лабораторию Санкт-Петербурга. Мы будем определять на питательный, то есть это пищевая ценность продукта. Мы будем определять на химический состав, какие микро и макроэлементы присутствуют в продукте. И также на тяжелые металлы. В конце мая партнер проекта СПК «Путь Ильича» получил аттестацию на экспорт мяса. Осталось пройти последний этап. Это завершить документальную работу в области ветеринарного контроля на арктических территориях России, в том числе и НАО. Ее проводит Россельхознадзор. Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». И в продолжении темы. Оленеводы Ниньского автономного округа и эксперты в оленеводческой отрасли могут внести предложение в стратегию развития северного оленеводства Российской Федерации до 2030 года. Документ подготовлен Министерством развития Дальнего Востока и Арктики совместно с профильным комитетом Совета Федерации. Проект направлен в регионы для сбора замечаний и предложений. До 10 июня Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ниньского округа совместно с оленеводческими хозяйствами проведет соответствующее обсуждение проекта. Есть ряд предложений, которые там прописаны. На мой взгляд, там такие интересные вещи связаны, чтобы в рацион, в детский рацион тех детей, которые живут на севере, в обязательном порядке входила оленина. Раз. Второе, чтобы в рацион тех силовых структур, которые здесь находятся на севере, тоже входила оленина. Ну, наше предложение, кроме того, будет для того, чтобы в такой структуре, как Госрезерв, который содержит имущество, продукты питания, лекарства, тоже входила оленина для того, чтобы в случае каких-то непредвиденных ситуаций можно было вот эту оленину использовать для окормления населения. Губернатор Ниньского автономного округа Юрий Бездудный поручил профильному ведомству уделить особое внимание мнению оленеводов и включить их предложение в проект «Стратегия». Реализация «Стратегия» к 2030 году существенно увеличит вклад северного оленеводства в экономику страны и прежде всего Дальнего Востока и Арктики. На Южно-Хальчаевском месторождении прошел конкурс профессионального мастерства рабочих и спасателей нештатных аварийно-спасательных формирований предприятия «Лукоил Севернефтегаз». Название «Лучший по профессии» в 2021 году. «Лучший по профессии» – главный конкурс предприятия «Лукоил Севернефтегаз». Традиционно он собирает на Южном Хальчаев молодых, но уже опытных специалистов. Из всех подразделений, которые в упорной борьбе доказывают свое право на звание лучшего профессионала в своей специальности. В прошлом году у нас конкурс сорвался из-за пандемии, в этом году чуть не сорвался из-за аварии, но я рад, что мы все сегодня собрались. Работники ТПП всегда выступали на высшем уровне, не только общество, но и компании, показывали высокие результаты. Я хочу, чтобы и в этом году вам сопутствовала удача, и вы показали также высокие результаты. В ходе конкурса его участникам необходимо было выполнить задания по теоретической и практической части, каждому по своей специальности. 90 градусов. Берем новый комплект. Конкурс проводился среди операторов по добыче нефти и газа, электрогазосварщиков, операторов пульта управления в добыче нефти и газа, машинистов, технологических насосов, операторов товарных, слесарей-ремонтников, спасателей нештатных аварийно-спасательных формирований. Результаты оценивала конкурсная комиссия. По окончании конкурса в торжественной обстановке победителям, признанных лучшими по профессии, во всех номинациях вручили кубки, дипломы и памятные подарки. Награждены были также участники, занявшие призовые места. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В Департаменте образования, культуры и спорта Ниньского автономного округа завершилось распределение детей подошкольным организациям Наринмара и поселка Искатели. С сентября в городские Искательские детские сады впервые пойдут 500 детей. Это на 17 человек больше, чем в прошлом году. В общей сложности в детские сады в новом учебном году пойдут 734 ребенка в возрасте от 0 до 8 лет. Детей распределяют в соответствии с датой поставки на учет и с учетом права на предоставление места в первоочередном или в неочередном порядке. Детям с трехлетнего возраста, согласно майскому указу президента России, места должны быть предоставлены в обязательном порядке, что и обеспечивает Департамент образования, культуры и спорта в нашем регионе. По состоянию на 1 июня 2021 года в очереди на предоставление места в дошкольных образовательных организациях состоят 658 человек. Информацию о зачислении ребенка с 1 сентября в детские сады окружной столицы и поселка Искателей можно получить в профильном департаменте по предварительной записи. Записаться можно в понедельник и вторник с 14 до 17 часов по телефону, номер которого вы видите на своих экранах. Направление для зачисления ребенка в детский сад планируют начать выдавать 7 июня. Записать ребенка в очередь на предоставление места в детском саду или сменить образовательную организацию можно, не выходя из дома, через портал госуслуги. Семьи, которые регистрировались онлайн, могут в дальнейшем отслеживать позицию своего ребенка в очереди на место в детский сад через личный кабинет пользователя на портале. Согласно статистике, в Ниньском автономном округе по летальным исходам второе место уверенно занимает болезни легких и сердца. Специалисты советуют, чтобы сохранить свое здоровье и жизнь, необходимо пересмотреть свои привычки. Наталья Дуркина продолжит тему. Мы все знаем, что курение – это вредная привычка, которая только усугубляет здоровье. Но почему-то курильщики не спешат от нее отказываться и с удовольствием наполняют свои легкие ядовитым дымом. Ответ специалистов прост. Курение – это, по сути, болезнь, зависимость от никотина, которая начинается с первой выкуренной сигареты. По статистике, более 70% курящих закурили еще в подростковом возрасте. Большинство из них думали, что смогут бросить в любой момент. Однако, не тут-то было. Когда взрослый курильщик пытается бросить курить, ему на помощь могут прийти медицинские организации, специализирующиеся на методах по отказу от курения. Лучше все-таки прибегнуть к помощи специалиста, прийти на консультацию. Забегая вперед, скажу, что на консультации мы определяем у курящего степень никотиновой зависимости, есть ли она, уровень мотивации к отказу, тип курительного поведения. Ну и дальше, в дальнейшем, наша консультация строится таким образом, что сначала курящего информируем о всех возможных последствиях курения. И в дальнейшем, в зависимости от наличия никотиновой зависимости, степени никотиновой зависимости, мы выбираем тактику работы. В Центр общественного здоровья медицинской профилактики можно обратиться анонимно любому желающему. Прием ведется с понедельника по пятницу с 8 утра до 16.00. Запись по телефону 2-31-68. Человек, когда принимает решение отказаться от курения у меня на консультации, я в дальнейшем сопровождаю в течение полугода этого человека, по крайней мере, телефонными звонками. Я наблюдаю их в течение первого месяца, и дальше через три месяца, и через шесть месяцев узнаю о их состоянии. Сказать, что отказываются от курения не так много людей, процентов 25. Но, тем не менее, это уже хороший показатель. Точной статистики никотинозависимых людей нет. Однако за период с января по апрель 2021 года из числа прошедших диспансеризацию, 644 человека отметили в анкете, что курят. Из них 426 мужчины и 218 женщин. И это только те, кто честно ответил на вопрос. Что касается опроса подрастающего поколения, то на постоянной основе в школах округа проходят классные часы, где детям анонимно предлагается ответить на вопросы. Поражают результаты. 50% учеников на вопрос «Пробовали ли вы курить?» отвечают положительно. Я также ребятам предлагаю заполнить анкеты анонимно. И среди прочих вопросов есть вопросы о том, курят ли ваши родители. Так вот, подсчитав, я вам хочу сказать, что 43% ребят отвечают, что нет. 43 лишь процента родителей не курят. Но, опять же, насколько искренний ответ. Курят папа 39%, мама 4% и сразу оба родителей 14%. То есть довольно-таки большой процент родителей курят. На вопрос «Что нужно делать, чтобы ваши дети никогда не закурили?» Дети отвечают нам, родителям, самим не подавать такой пример. Любой отказ от зависимости – это, во-первых, стресс для организма. Именно поэтому специалисты рекомендуют оградить себя от воспоминаний предметов, которые связаны с пагубными привычками. А также начать с балансированного питаться и избегать стрессовых ситуаций. Особенно стоит обходить места скопления курильщиков. И обязательно посвятить свои планы семью и решить раз и навсегда. Изменить свою жизнь к лучшему. Даже если, как таковой, никотиновой зависимости нет, это всё-таки привычка своего рода, поведенческая. Тоже порой сложно людям от этого отказаться. Были у меня такие курящие, которые выкуривают буквально по 3-4 сигареты в день. Казалось бы, для чего? Зависимости нет, определяем с помощью тестовой методики. Но вот за компанию, как говорят они, на работе. На каких-то паузах досуговые моменты заполняют, наперекор. А именно вот в эти моменты происходит всё самое интересное. Люди обмениваются какой-то информацией, шутят. Ну то есть эти у них досуговые моменты, они очень порой весёлые. Поэтому они хотят быть причастными. И ещё один совет от специалиста. Лучшее время для отказа от сигарет – период отпуска. Тем более, если в этот момент человек меняет место своего пребывания. В атмосфере спокойствия нам легче перенести отказ от этой пагубной привычки. Наталья Дуркина, Антон Взарьков, Телеканал Север. На этом у меня всё. Далее смотрите прогноз погоды.